Ту-ту-ту Всем привет! С вами Ворм и это игра под названием Half-Life 2, эпизод 3. Ты не поверишь, да, но это, короче, фанатская разработка от Blender Games, Tiger Team, как я понимаю, на основе сюжета выложенного одного из сценаристов оригинальной Half-Life и Half-Life 2, по продолжению сюжета как раз Half-Life 2, эпизод 3, который был задуман, запланирован этим сценаристом, но в итоге игра не была создана, и поэтому нам настаётся ослаждаться только фанатскими разработками по этой игре. Я являюсь фанатом Half-Life и хочется хоть что-нибудь, на что-нибудь посмотреть. Как мы видим, мод сделан очень херово. Игра продолжается с того момента, как, получается, Алекс... Хотя это не Алекс, это явно не Алекс. Алекс и Гордон Фриман должны были прибыть на корабль. Корабль. Я не помню, как он называется, короче. И, собственно... Борей. Да. Корабль называется Борей. Ты меня стреляешь или что? Ну, уже не стреляешь, короче. Херня с этим кораблём в том, что он, типа... Доктор Фриман? Гордон Фриман? Гордон Фриман? Это вы? Заткнись и не спорь со мной. Прости, Алекс, но это единственный путь. О, Боже! О! Звуки плачут. Не волнуйся. Поторопись, Мосман. Поторопитесь, доктор Фриман. Короче, это... Это очень фанатская разработка, которая просто вообще жесть. В общем, там показали момент, то, что Алекс поспорила с Мосманом. Вот Рыжая Баба, по-моему, такое зовут. На тему того, что стоит либо уничтожить корабль, либо использовать его в своих разработках. Погибший отец Алекс говорил, что корабль нужно уничтожить, потому что он, ну, может помешать развитию нашего человечества, вообще жизни, на всём. И, собственно, Алекс сказал, типа, мы корабль уничтожаем. А Мосман такая, судя по всему, типа, иди ты нахер, не будем ничего уничтожать и... Бла-бла-бла. А это я, ХЗ, что это имеется в виду? Там, типа, ну, Борей, он... Корабль, который позволяет телепортироваться пришельцам, короче, не Альянсу, а именно сторонним пришельцам, пришельцам, которые могут уничтожить вообще, в принципе, нашу планету или что-то типа того. Я, может быть, ссылку опубликую на сценарий. Что это такое? Это Борей, типа, самый важный? Да, смотри-ка, телепорт на Борей, получается. Чего? Доброе утро. Добро пожаловать в поезд Блакмезы. Это вспоминание, типа, о прошлом у него? А, это чей стул? А, я понял. Это, типа, этот... Как их зовут-то, блин, вообще ничего не помню, надо будет Half-Life перепройти? Короче, по сюжету этого выложенного говорилось, что чувак во второй части Half-Life, которому убили, Белобрысый, который там был диктатором, типа, самым главным, оказалось, что на самом деле его клонировали, типа, и сделали из него какую-то хуйню здесь, в этом мире, на Борее. И это, типа, он и есть, короче, я так понимаю. Ой, жесть. Я просто сценарий читал, как только он... Ну, опубликовали его, короче, сразу... Ну, перевод именно читал сам. Ну, уже подзабыл там некоторые детали. Да, вот этот чувак. Вы все еще с нами, доктор Фриман? Если только вы уничтожили свою свободную энергию, для использования. Карбон-стары с старыми сателлитами, колонизированы с старыми сенчатыми фунгами. Газ-гайантами, обладавлены от огромных метеорологических интеллигенций. Слишком научные слова я не могу это перевести. Это манабарейные слова. Скажите мне, доктор Фриман, если можете. Вы уничтожились так много. Что вы на самом деле создали? Вы можете назвать хоть что-то, что вы могли создать? Я думал, что нет. А потом есть такой момент, что приходит Гордон Фриман, ой, приходит Джимен, сука. И прикол весь в том, что он приходит не к нам, он приходит к Аликс Фэнс. Я не говорю прощай, Гордон. Он ее забирает и говорит, что, типа, твое место в другом мире. Я прошу прощения за то, что должно случиться, доктор Фриман, или типа того. Когда я забрал ее из Блакмезы, я действовал в face of objections, что она была просто ребенком и без практического использования к никому. Я не улавливаю суть, у меня очень херово с английским. Это был не вопрос. На самом деле, я про эту модификацию узнал недавно, на Игромании выложили, короче. Но я думал, она будет побольше, если честно. Блин. Блин, я думаю, она реально будет побольше и более такая разработанная. Но что имеем, то имеем. Короче, вот что есть на данный момент от фанатов. Судя по всему, Valve решили пойти самым легким путем, а именно просто взять и слить сюжет в сеть. И чтобы фанаты сами себе игру сделали, а Valve не тратил на это время и силы. Короче, как-то так, я фиг его знает. Если кому-то это понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Жамкайте на колокольчик под видео. Всем удачи, всем пока. Ссылки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok